Андрей Федорович, рад видеть вас в добром здравии, хорошем настроении и в предвкушении нашей конференции в Сочи. Хотел задать вопросик, я думаю, у нас будет такой короткий брифинг для того, чтобы мы разъяснили нутрициологам, врачам, что у нас будет в Сочи не просто тусовка, а какая-то очень полезная конференция. Я очень рад, что вы согласились быть нашим хедлайнером, и вот сегодня у нас есть возможность немножко раскрыть завесу, что же это будет такое. Ну, во-первых, я хотел сказать, что это уже 14-я конференция по митохондриальному здоровью, просто мы впервые делаем ее в Сочи, до этого мы делали ее в Москве, делали несколько раз онлайн, и заявленная тема, которую мы вместе согласовали, работающие протоколы коррекции хронических заболеваний, теория, проверенная 10-летней практикой. Вот можете ли что-то сказать, почему вот эта конференция в Сочи будет стоить внимания нутрициологов, докторов, специалистов в сфере здоровья, почему стоит приехать туда, почему стоит провести этот день с нами? Приветствую, Валентин. Ну, начну вот с чего. На самом деле, 23-й год, судя по всему, переломный год в здравоохранении нашей страны по нескольким причинам. И переломный в сторону превентивной персонализированной медицины, которая во главу угла ставит не лечебных симптомов, а поиск, нахождение причин, приводящих к этим самым симптомам, и коррекция или устранение полной причины. Это и есть смысл превентивной персонализированной медицины. Так вот, в этом году уже прошло два знаковых события, о которых мало кто знает, но я сейчас их назову. Первое. 26-27 апреля в Оренбурге состоялась первая ферросийская конференция по превентивной медицине. Казалось бы, ну, конференция, конференция, но нет. Приветственное слово было не только от министра здравоохранения Мишустина, но и от председателя правительства Мишустина Михаила Владимировича и от руководителя Совета Федерации Матвиенко, которые прислали приветственное слово. Результатом этой конференции стало не что иное, как поднятие вопроса о внедрении персонализированной превентивной медицины на государственный уровень. И неделю назад в Совете Федерации профильной комиссии состоялось первое в истории совещание по превентивной медицине и включение и адаптации этой новой медицинской специальности и направления в существующее здравоохранение. Одним словом, мы находимся не на переднем крае, мы находимся на острии этого переднего края, самом мейнстриме. И, конечно же, все те врачи, которые действительно смотрят на пять лет вперед, в которых не исчисляется месяцами работы, а десятилетиями вперед, те врачи уже достаточно давно поняли, что превентивная персонализированная медицина – это и есть наше будущее, это и есть спасение всех нас от тех хронических заболеваний, которые надвигаются на нас как цунами. И действительно, мы уже проводим 14-ю конференцию, и мы тему расширили специально до митохондриального здоровья, потому что митохондриальная функция или дисфункция нарушения работы митохондрии – это следствие всех остальных проблем в нашем образе жизни, питании, сне, стрессе и всем остальном, что окружает нас. И почему мы 14-ю конференцию назвали именно так? Только потому, что мы достаточно много, 13 раз говорили и о теории, и о практике, и вот это 14-е мероприятие, оно будет посвящено только практике, потому что уже пора переходить от слов в дел. И вот этот девиз «переходим от слов к делам» наверное будет эпиграфом нашей конференции. Отлично. Мне так вот тепло, Андрей Федорович, от того, что вы говорите. Мне кажется, наконец-то у нас вот все, что связано с медициной, движется в правильную сторону. Правильно я имею в виду о том, что это некое такое образование людей и образование экспертов для того, чтобы… Я видел несколько раз вашу презентацию, где была фраза, что нужно заниматься здоровьем не за день до смерти, чем раньше, тем лучше. И вот это комьюнити, которое нам удается создавать, я бы назвал, экспертов и людей, которые инноваторы по отношению к своему здоровью. Хотя ничего такого нового, да, мы такого, наверное, прям инновационного, там, исследовательского не скажем. Но я сейчас говорю про инновационные отношения. И вот это комьюнити, где можно пообщаться, обменяться протоколами, задать вопросы, вот эту всю практику. Я знаю, что одна из задач, когда эксперт хочет заглянуть в кабинет другому эксперту, и вот эта возможность, да, у нас будет, наконец-то, совершить. Я тогда, с вашего позволения, наверное, расскажу тот блок, который курирую я в этой комьюнитиции. Да, я бы даже был рад это услышать, потому что себя помню практическим врачом, общаясь с коллегами, особенно на всех образовательных площадках, и вижу одну сложность. Врач сегодняшний настолько погружен в свою специальность, в свою профессию, и является экспертом там, что у него не остается ни времени, ни сил, ни, самое главное, недостаток, ощущается недостаток знаний. А как же позиционировать себя в сегодняшней жизни? Как делать так, чтобы о враче узнавали именно те пациенты, та целевая аудитория, которая и придет к нему для того, чтобы восстановить свое здоровье? Да, я помню, когда мы знакомились с вами, и вы рассказывали про свою практику, показывали свои кейсы, и я знаю, что есть правило такое, когда вы осуществляете консультацию, приходит к вам человек, неважно, сколько он там купил себе продуктов или что, какие он анализы дорогие издал, какие он использует девайсы для этого, вы просто говорите, если ты не будешь соблюдать мои рекомендации, то как бы ты дорого не заплатил там за вот эту свою историю, ко мне, пожалуйста, второй раз не приходи. А ко мне приходи второй раз, когда ты сделал вот то, что я тебе рекомендую. И там он же приходит не за той же информацией, а за какой-то следующей, где он уже что-то понял, что-то внедрил в свои привычки. И вот этот подход, мне кажется, самый правильный. Вопрос в том, как выбрать эту целевую аудиторию. Потому что есть, например, нутрициологи и врачи, он, который зарабатывает только на приеме. Вот пока человек сидит у него в кабинете, он зарабатывает. Как человек вышел, дальше, в принципе, дрова не расти. Не потому что он плохой, ему реально некогда, вот то, что мы говорим. Или, например, приходит человек, ему интересно, но у него столько дел, у него столько мыслей, да, что ему нужно постоянно какое-то наставничество, а эксперт ему не может это наставничество оказать. Ну, потому что у него такие задачи стоят. И вот возникает момент выбора. Я, знаете, несколько раз проводил конференции по маркетингу. Я профессиональный маркетолог, человек, который помогает организовывать много разных бизнесов. И вот то, что мы говорим, все равно это же как-то связано с бизнесом. И я говорю, вот какую нам выбрать целевую аудиторию? Давайте возьмем два сегмента. Например, у целевой аудитории есть деньги или нет денег, или она понимает предметы и не понимает предметы. Вот четыре сегмента, получается. Есть деньги, понимает предметы, есть деньги, не понимает предметы. Нет денег, но понимает предметы. Нет денег и не понимает предметы. Я задаю вопрос, говорю, а с кем лучше всего вести, наши отношения. Кого лучше всего приглашать на консультацию? Мне эксперты говорят. Ну, у кого есть деньги, кто не понимает в предмете? Я говорю, а почему? Потому что ему легче продать или легче впарить? Или потому что он, который не понимает в предмете, его легче образовать, и у него будут деньги, и у него есть понимание, и тогда у него покупка осознанная. И тогда он приходит к тебе на понимание, а не потому что у него что-то заболело. Это другой принцип вот этих выстраиваний взаимоотношений. И я как раз хочу помочь через простые инструменты, они давно уже отработаны, вот есть протоколы для нутрицологов и врачей, а есть протоколы по ведению клиентов, по маркетингу и по строению взаимоотношений с ними. И мне кажется, что мы наконец-то находимся на этапе, когда можем соединить, Андрей Федорович, вашу компетенцию, самую, я считаю, крутую компетенцию по митохондриальному здоровью, ну, по крайней мере, которую я слышал на русскоязычном пространстве. И, например, мою компетенцию, я тоже, в общем-то, достаточно известный в кругах, ну, связанный немножко в другой области. И если к нам нутрициологи, врачи и те, кто занимает оказанием сервиса клиентов, придут и эти две компетенции поймут, вот это и будет острие, острия, которая поможет нам очень точно находить наш сегмент сливой аудитории, взаимодействовать с ним и поднимать свою стоимость часто, и поднимать свою экспертность в теме здоровья, и делать вин-вин. Все же выиграют от этого. Мне кажется, у нас получится очень круто. Я предвкушаю. Согласен полностью. И мне кажется, на сегодня уже настало время, повторюсь, мы очень запали на дофаминовую эту историю, связанную с постоянным облегчением. Я вижу, как коллеги прыгают с курса на курс, из одного учреждения в другое, переходят от одной лекции к третьей, и у меня есть даже коллеги, которые каждый день что-то слушают и постоянно что-то там пытаются узнать новое. Возникает вопрос, когда же, наконец-то, мы начнем все, что знаем, использовать уже как инструменты, как рабочие инструменты в каждодневной своей практике. И я думаю, что наша встреча позволит получить два инструмента. Первый инструмент — это действительно проверенная десятилетняя практика протоколы, которые действительно помогают устранять те базовые дисфункции, которые приводят к болезням. И второе — получить те протоколы или инструменты, которые позволят решить главную задачу, как же найти свою целевую аудиторию. Ну что же, отлично. Дорогие коллеги, мы приглашаем вас 8 июля в Сочи в отель «Жемчужина». Смотрите анонс под этим видео, как туда зарегистрироваться. Вы знаете, мы не хотим с Андреем Федоровичем зарабатывать на билетах. То есть это не наша модель. То есть мы вас получаем совершенно бесплатно. Мы сами заплатим за зал, может быть, даже за кофебрейк. Мы хотим вот это комьюнити создать, знаете, правильных людей, которые делают правильное дело, которым можно действительно гордиться и помогать обычным людям и помогать друг другу. Поэтому приходите, будет очень интересно, будет любопытно. Мы с Андреем Федоровичем будем вас очень рады там видеть и с вами пообщаться. До встречи! До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok